Привет, друзья! Вы на канале AdLightPiology. Мы продолжаем решать задачи по генетике. Сегодня мы возьмем такую тему, как картирование хромосом или расчет расстояния между генами. Мы будем проходить эту тему, рассчитывая на то, что вы уже хотя бы чуть-чуть в теме. То есть вы уже знаете, что такое генетика, что такое моногибридное скрещение, дигибридное скрещение и прочее-прочее. Ну, чтобы вам было немножко легче понять. Прежде всего, как решать задачу, перед тем, как решать задачу, давайте мы коротко поговорим о том, как вообще находить расстояние между генами. То есть вы знаете, что на каждой хромосоме есть множество генов, да? И ученые давно научились определять расстояние между ними в единицах, которые называются сантиморганы или марганиты. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Вот на примере плодовая мушка, дрозофила, мы берем два гена B и VG. У дрозофилы, у плодовой мушки, у них гены обозначаются, то есть аллели обозначаются, если это доминантный, и доминантный аллель обозначается плюсом сверху. Если это рецессивно, то просто обычной буквой. То есть это вот B обозначает черное тело, то есть если B плюс, это серое тело, если просто B, это черное тело. И плюс он показывает, что серое тело это доминантный тип, то есть доминантная альтернатива, она называется еще по-другому дикий тип. И VG это vestige winds, это признак укороченных крыльев. Вот видите, если у нас просто VG, это аллель, она рецессивная, во-первых, и она ответственна за вот такие укороченные крылья. Если VG плюс, то это нормальные крылья, соответственно, это дикий тип, и это доминантный признак. Здесь вы видите то, что берут одну мушку, которая полностью B плюс и VG плюс, вот на обоих хромосомах, видите, и здесь BVG, то есть это двойной мутант. Соответственно, у нее черное тело и укороченные крылья. В их потомстве, конечно же, получается дегитеризивотный организм, у которого, если мы будем вот обычной нашей раскладкой писать его гены, это будет B плюс B и VG плюс VG. Однако в этом типе задач, то есть когда мы находим расстояние между генами, которые лежат на одной хромосоме, по-другому называются еще сцепленные гены, то лучше применять вот такой вот расклад, когда мы пишем вот так вот линиями две хромосомы на одной, то есть и на обоих хромосомах мы пишем вот эти вот гомологичные гены, то есть аллели, вот B плюс B и VG плюс VG. Соответственно, вот этот двойной дегитеризивот, он будет таким же нормальным, как и вот этот родитель, потому что у него серое тело и длинные крылья, потому что вот эти нормальные аллели, то есть аллели дикого типа, они доминантные. Однако дальше что мы делаем? Мы берем вот этот вот получивший у нас дегитеризивотный организм в F1, мы скрещиваем его с особью, которая является опять же двойным мутантом. Это называется анализирующее скрещивание, когда мы вот анализирующее скрещивание, это есть крост, когда мы скрещиваем с полным рецессивом по изучаемым признакам. Здесь понятно, что у этого организма, который двойной мутант, у него все гометы будут одинакового типа, у него все гометы будут B и VG. Во всех его гометах, то есть вот так можно написать, B и VG. И здесь никакого разнообразия нет. Однако у первого родителя, который появился в результате скрещивания предыдущего поколения, у него есть разница. Смотрите, у него в основном будут, то есть большая часть гомет будет иметь либо B+, VG+, либо просто B, VG. Вот как видите здесь. Почему вот такие именно хромосомы? Дело в том, что, как вы помните, во время миоза в каждую гомету идет только одна из двух гометических хромосом. Соответственно, в некоторые гометы попадает вот эта вот темно-красненькая, где B+, VG+, и вот эта вот светлая, светлая, а в другую гомету попадает, то есть в другую половину гомет попадает B, VG, который вот на такой светло-красной или розовой хромосоме. Однако, между вот этими вот, на расстоянии между этими двумя генами, возможно, произойдет кроссинговер. Если кроссинговер произойдет между ними, соответственно, вот эти вот крайние B+, VG, ну и в принципе, или B+, они меняются местами, и у нас получаются гометы, которые являются рекомбинантными. То есть у них B+, VG, или B, VG+, то есть эти два признака, они перемешались, получается, они перешли. И вот такой вот у нас, вот такие организмы тоже есть, тоже появляются, но их количество, то есть количество образованных таких гомет будет всегда меньше. Насколько меньше, вот это мы узнаем, если произведем это скрещивание, то есть мы позволяем гометами одного организма скреститься, то есть соединиться с гометами другого организма, происходит оплодотворение. У нас вырастает следующее поколение, и мы видим, что в следующее поколение у нас 965 особей, они нормальные, то есть дикий тип, серое тело, нормальные крылья. 944 это двойной мутант, у которого черное тело, укороченные крылья. Однако вот 206 и 185 это те, у которых один признак является нормальным, другой признак является мутантным. Почему они появились? Они появились как раз-таки из-за вот этих вот аллелей, когда вот, то есть из этих гомет, извиняюсь, когда эти гометы соединяются с гометой вот этого второго родителя рецессивного, соответственно, появляются вот такие вот два вида организмов. Вот эти первые два вида организмов, они появились от вот таких вот нерекомбинатных гомет. То есть когда вот эти нерекомбинатные гометы соединяются с гометой второго организма, второго родителя, получаются вот такие вот, или либо дикий тип, либо данной мутант. Однако, как я и предсказывал, вот этих вот рекомбинатных особей, то есть результат скрещивания вот этих рекомбинатных гомет, их меньше. Видите, 206 и 185, это говорит о том, что все-таки крысинг-говор происходит между этими гометами не всегда. И даже, можно сказать, не часто. Дело в том, что количество этих особей, то есть количество их по проценту от общего количества особей, показывает нам процент вот этих вот рекомбинатных гомет. А процент рекомбинатных гомет, в свою очередь, показывает, насколько далеко кейны друг от друга. То есть, если бы B+, и WG+, находились бы очень близко друг к другу, вероятность крысин-говора между ними была бы очень низкая. И, соответственно, вот таких вот гетерозиготных, то есть рекомбинатных гомет появлялась бы очень редко. Ну и процент был бы здесь очень-очень низкий. А наоборот, если бы между B и WG, между этими генами, было большое расстояние, например, если бы находились бы на двух концах хромосомы, то тогда, конечно, между ними с высокой вероятностью происходил бы крысин-говор, и процент этих особей, этих рекомбинатных, был бы выше. В наших же вот этих вот расчетных данных, смотрите, мы берем, складываем эти вот две рекомбинатных типа, два рекомбинатных типа организмов в F2. Вот их 391. Делим на общее количество организмов, это 2300. Умножаем на 100, что тут на 10%, и вот получается 17%. То есть расстояние между генами B и WG составляет 17%, или в некоторой литературе пишут 17 сантиморганидов, или 17 морганид, вообще просто могут писать, да, но чаще всего либо вот этот вариант сантиморганов, или в виде процентов. То есть вот так находятся расстояния между генами, если они находятся на одной хромосоме. Теперь, зная это, ну я думаю, что все и так это знали, вы можете, в принципе, вот по такой же методике найти расстояние между многими генами. У той же дрозофилы, там можно было у человека находить, в принципе. И ученые это и сделали в начале 20 века. Теперь вот на основе вот этих вот методик есть много задач. То есть на разных олимпиадах выходят порой задачи, где вас просят найти расстояние между генами или прочее-прочее. Вот давайте рассмотрим одну такую задачу. Задачу из Республиканской Олимпиады Казахстана 2012 года. Во второй хромосоме дрозофилы локализованы рецессивные аллели, определяющие темный цвет тела, ну это black. Также зачаточные крылья, CH и ярко-красные глаза, CN. Производились скрещивания мух гомозиготных по рецессивным аллелям, то есть B, CH и CN, с мухами гомозиготными под дикому типу фенотипа. То есть диким фенотипа, те же самые обозначения, только мы ставим плюсик. Затем взяли самок F1 и поставили анализирующее скрещивание с самцами. То есть примерно то же самое, то что вот в примере, который я вам показал, но при этом здесь у нас не два, а три гена. То есть мы рассчитываем расстояние между тремя генами. Затем взяли анализирующее скрещивание с самцами, гомозиготные по всем темным цессивным, результаты представлены в таблице. Вот получились вот такие результаты у нас, видите, вот они по количеству. И вот у нас четыре подвопроса. Определите последовательность генов, то есть какой ген находится посередине из этих троих. Потом определите расстояние между генами, вот CHCN, CNB, CHB. Дальше рассчитайте по этим данным коэффициент коинциденции и значение интерференции. Если хотите, вы можете сейчас поставить на паузу и попытаться решить самостоятельно. А если нет, тогда я начну объяснять. Итак, смотрим. Смотрите, в чем здесь суть? Суть в том, что вот они, если вот вдуматься, что они нам говорили, они берут самку, которая уже является гетерозиготной по всем трем генам. То есть, видите, во второй хроносоме темный цвет или яркие красные глаза. Проводилось скрещивание мух гомозиготных по рецессивным аллелям, вот, с мухами гомозиготных по дикому типу фенотипа. И вот с этого скрещивания берут самок. Самки, скорее всего, ну, то есть, не скорее всего, точно будут тригетерозиготные. То есть, у них будет так, B, CHCN, и здесь будет B+, CH+, CN+. То есть, вот такая самка скрещивается с, то есть, проводится анализирующая скрещивание. Получается, у нас самец, он полностью рецессивный. B, B, CH, CH, и CN, CN. Вот такой у нас самец. И в результате, что мы имеем? В результате, мы имеем вот эти вот данные. Смотрите, как понять, во-первых, ну, о чем нам эти данные говорят? Как вы знаете, как вот только что в примере мы показали, больше всего особей приходится на тот класс, который является нерекоменантным. То есть, в том случае, если между этими тремя генами никакого кроссингового генера не произошло, тогда таких вот особей будет больше всего. То есть, смотрите, здесь у нас гомета. Например, давайте вспомним гомету. Одна хромосома идет целиком в одну гомету. Вот B, CH, CN. Вот она. И второй тип гометы, вторая хромосома, вторая гомологичная хромосома туда идет, B+, CH+, CN+. Добавьте сюда вот хромосому, то есть, ту гомету, которая вот от второго от организма появилась, соедините, и вы получите либо полностью мутантный, такой тройной мутант, либо дикий тип. То есть, у которого B+, CH+, CN+. Здесь они нам показывают, это генотипы написаны, но, скорее всего, это даже фенотипы, потому что мы видим именно у них. По каждому гену у них доминантный фенотип, либо рецессивный. И находим, соответственно, то, что вот эти, которые я предсказывал, видите, вот эти два типа гомет, организмы, которые образовались с участием этих гомет, они их больше всего по количеству. Вот это вот, получается, у нас тройной мутант, вот он, а это у нас тройной дикий тип, то есть, доминантный. Извиняюсь, не этот, вот он здесь, я немножко перепутал, вот он здесь сверху. Давайте мы исправим ошибку. Так, 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 потому что потом нам понадобится вот этот вот рисунок. И, соответственно, вот он. Вот здесь. CH+, B+, CN. Здесь CH, B, CN. Хорошо. Мы нашли, ну, то есть, это нам, в принципе, особо не нужно. Я просто это делал, чтобы было понятно. Теперь, что нам нужно в первом подвопросе, нужно найти поочередность этих генов. Ну, понятно, что очередность, она можно, это, смотря с какой, с какого края смотреть. Можете смотреть с одного конца хромосомы, либо с другого конца хромосомы. Они могут, то есть, получается, два крайних гена, они могут меняться. Но нужно таким образом определить, какой из этих генов находится посередине. Для этого, смотрите, мы должны найти те особи, у которых произошел, так называемый, двойной кроссинговер. Что значит двойной кроссинговер? Теперь обратите внимание вот сюда. Одинальный кроссинговер может произойти между B и между двумя из этих генов. Кстати, мы не знаем еще, как они расположены. То есть, это вот не обязательно так, как они на самом деле располагаются. Но двойной кроссинговер происходит между одной парой генов и второй парой генов. То есть, между вот этими тремя генами происходит двойной кроссинговер. В случае двойного кроссинговер, что у нас? Во-первых, их будет меньше всего. Потому что вероятность двойного кроссинговера очень низкая. Соответственно, этих организмов будет меньше всего. А во-вторых, эти организмы будут отличаться тем, что только один из этих трех генов перепрыгнет на другую сторону. То есть, как вы знаете, должно быть, чтобы либо все мутанты с одной стороны, то есть в одной гомете, а в другой гомете либо все дикие типы. Но в том случае, если подошел двойной кроссинговер, вот этот именно центральный ген перепрыгивает. Тот, кто находится посередине, он перепрыгивает на другую сторону. И таким образом мы находим тех, кого меньше всего. Меньше всего это 4,5. Это CH+, B+, и CN. И CH, B, CN+. Мы помним, что в случае двойного кроссинговера, вот этот ген, который находится посередине, он перепрыгивает на другую сторону. И мы видим, что здесь как раз-таки перепрыгивает CN. То есть, видите, CN здесь отличается от этой нормы, от не кроссинговерных гомет. И здесь тоже CN отличается. То есть, здесь CH+, и B+, но CN не плюс. То есть, он мутантный. Здесь, наоборот, он плюс, то есть дикий тип, а CH и B они мутантные. Соответственно, мы делаем вывод, что именно CN находится посередине. Соответственно, последовательность может быть либо B, CN, CH, либо CH, CN, B. То есть, обе последовательности одинаковы, потому что это просто с какой стороны хромосомы вы смотрите. Поэтому они одинаковы. Теперь давайте посмотрим с вами... То есть, мы ответили на первый вопрос таким образом. То есть, здесь вы можете CN ставить посередине, CH ставить с краю и, в принципе, не оживётесь. Вот теперь идём дальше. Определить расстояние между генами на хромосомной карте. Мы знаем, что у нас вот такая последовательность генов. Соответственно, мы можем найти расстояние между ними. Сначала давайте найдём расстояние между генами CH и CN. То есть, ещё раз напоминаю, что здесь у нас на самом деле должно было быть B, CN, CH. И здесь B плюс CN плюс CH. Это я говорю вот про вот эту вот самку, с которой всё началось. Теперь мы опять же делаем вот это вот анализирующее скречивание. То есть, вот так и осталось здесь. Какие организмы мы ищем? То есть, если краснеговор произошёл между CN и CH, соответственно, вот эта вот CH должна перепрыгнуть туда. А вот этот мутант должен перепрыгнуть вниз. Соответственно, мы ищем те организмы, у которых B, CN, CH плюс. И также мы ищем организмы, у которых B плюс, CN плюс и CH. Давайте найдём их. Так, 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 так. B, извиняюсь, что-то я немножко начал CH плюс. Вот он, один из них, да, 40. Это у нас B, CN и CH плюс. То есть, там немножко другая очерёдность, поэтому я немножко перепутал. Это как бы, на самом деле, во время решения, если во время Олимпиады, вам нужно это научиться делать очень быстро. Ну и вот он второй. Вот он второй, 41. Здесь 40, 41. Получается, здесь у нас 40, здесь 41. Вот B плюс CN, CH. И мы должны, что делать? Мы должны рассчитать расстояние между ними. Для этого мы берём, сначала находим общее количество всех особей, которые появились вот в этом поколении. Да, в F2. Поэтому я 105 плюс 750, плюс 40, плюс 4, плюс 753 беру, плюс 41, плюс 102 и плюс 5. Получается у нас, в общем, 1800 особей здесь. Теперь, для того, чтобы выяснить расстояние как раз-таки между вот этими генами CN и CH, мы берём случаи вот этого кроссингового уровня, это 40 и 41, то есть те случаи, когда вот этот CH перепрыгнул на другую сторону, поменялся местами. Вот 40 плюс 41 мы должны разделить на 1800, а потом мы это умножим на 100. Однако, при этом, то есть если вы так сделаете, это будет не совсем правильный ответ. Для того, чтобы он был уж совсем правильным, мы должны добавить сюда и двойные кроссинговеры, потому что двойной кроссинговер, то есть когда у нас это в двух местах произошло, и когда вот этот центральный ген перепрыгнул, он тоже включает в себя кроссинговер между CH и CN. То есть давайте я попытаюсь объяснить, вот смотрите, вот так находится хромосома, да, мы знаем, что двойной кроссинговер это тот случай, когда CN перепрыгивает на другую сторону, соответственно, это очень редкие случаи, да, 5 и 4. Теперь у нас спрашивают расстояние между генами CN и CH, для того, чтобы найти, мы должны рассчитать все, любой вид кроссинговера, который происходил между CN и CH на этом расстоянии. А это включает в себя не только вот то, что мы только что выяснили, да, вот эти вот одинарные кроссинговеры между ними, но и двойной кроссинговер тоже, потому что он тоже произошел на этом расстоянии между этими генами. Получается, мы все добавляем еще и 9. И что у нас получается? 40 плюс 41 плюс 9, это будет 90. 90 делим на 1800 и умножаем, ну получается 0,05 умножаем на 100. Это получается 5%. Получается, то есть расстояние между этим генами 5%, так, давайте, следующий показатель сделаю, не равно стрелочка, или 5 сантиморганов, в принципе, может так написать, вот здесь вот 5. По такой же логике мы должны найти расстояние между генами CN и B. Для этого что мы делаем? Смотрите, мы берем вот эти гены, когда вот, когда B перепрыгивает, то есть если вы себе представите, что B перепрыгнула, да, на другую сторону, получается, вы ищете организм, у которых в генотипе или фенотипе B+, то есть по B они дикие, нормальные, потом CN, CH у них мутант, или наоборот, B мутантные, а CN и CH дикий тип, ну то есть я вот так просто представьте себе, что B перепрыгнула туда, и если вы это найдете, это будут, скорее всего, вот эти организмы, вот этот, 102 и 105. Да, соответственно, это они есть. Вот. И теперь мы делаем то же самое, что и делали на предыдущем примере, когда находили расстояние между CH и CN. 105 плюс 103. 103 там было, так кажется? А, 102 было, извиняюсь. 102 плюс 9, это двойной курсинговор, делим на 1800. Так, это получается, сейчас я быстренько решу, 105 плюс 102 плюс 9 равно 216, делим на 1800, получается, и умножаем это на 100, то есть это получается 0,12, умножаем это на 100, то есть у нас получается 12%. 12%, то есть ответ между вот этими генами, CN, B, это 12 будет. Теперь осталось найти последний вот под вопрос, то есть это как раз таки расстояние между двумя крайними генами, B и CH. Для того, чтобы найти расстояние между ними, соответственно, понятно, что вот мы должны все кроссинговеры учитывать, которые происходили вообще между ними вот на этом расстоянии, а это включает и кроссинговер между B и CN, и кроссинговер между CN и CH, и двойной кроссинговер. То есть получается, кроме вот этих 750 и 753, которые являются как бы результатом вообще, когда кроссинговер между этими генами не происходил, все остальные результаты мы берем для этого вычисления. То есть это получается у нас будет 105 плюс 102 плюс 40 плюс 41 плюс 9, потому что двойной кроссинговер тоже мы должны учитывать, да, делим на 1800. И что это у нас получается? Получается 102, 105, извиняюсь, плюс 102 плюс 40 плюс 41 плюс 9, это 297, делим на 1800, и получается здесь 0,165. Или если мы превратим это в процент, то есть ответ должен быть такой 16,5%, и соответственно, здесь мы это, вот здесь мы это пишем, 16,5%. Хорошо, теперь понятно. Давайте перейдем к вопросам В и Г. В у нас спрашивают, рассчитайте по этим данным коэффициент коинциденции и Г, значение интерференции надо рассчитать еще. Что такое вообще коинциденция и интерференция? Вот это вот тоже, конечно, это на самом деле очень редко выходит на Олимпиадах, и возможно вам это не понадобится, но на всякий случай я это все равно объясню. Вот когда у нас хромосомы, давайте представим, что хромосомы это как линии, да, и здесь у нас находятся эти гены, например, B, там, CN и CH. Вы помните, что, то есть если вы изучали биологию, вы знаете, что такое хромосомы, хромосомы это очень плотные такие упакованные ДНК, там есть гистоновые и негистоновые белки между ними, то есть такие плотные толстые структуры. И на самом деле хромосомы не так легко меняются кусочками, то есть они меняются, конечно, но если у нас, скажем, прошел кроссинговар в одном месте, вот здесь вот у нас прошел кроссинговар, и вдруг хромосома, там появляется место для еще одного кроссинговара, вот второй кроссинговар, он может произойти, в принципе, в любом месте хромосомы, кроме того места, где вот уже был до этого предыдущий кроссинговар, первый. То есть когда первый кроссинговар происходил, он, в принципе, может случиться в любом месте этой хромосомы, по длине в любом месте. Если же у нас происходит второй кроссинговар, то он тоже может произойти в принципе в любом месте, кроме вот этого небольшого региона. То есть в этом регионе он произойти не может просто по физиологическим причинам. То есть хромосома не сможет там вот так же образовать такую структуру, так же так разъединиться, соединиться. И поэтому количество, то есть частота двойных кроссинговар, она всегда меньше, чем мы ожидали. Что значит меньше, чем мы ожидали? Смотрите, мы знаем, что между B и Cn у нас расстояние было какое-то, между B и Cn у нас было 12%, но на самом деле это, если мы перейдем в частоту, это 0,12, да, частота кроссинговарных. Потом частота между Cn и Ch у нас, как вы помните, было 0,05. Если мы предполагаем, что вот кроссинговары эти происходят между этими генами случайным образом, и они могут совпасть, то есть два кроссинговарных произойдут, мы можем просто рассчитать их появление, умножив 0,12 на 0,05. И у нас получается здесь, так, 0,12, умножить на 0,05, это получается 0,006. То есть мы ожидаем вот такую частоту двойных кроссинговаров. Мы нашли эту частоту двойных кроссинговаров, просто умножив вероятность одного кроссинговара на вероятность другого кроссинговара. Ну, вот такая она должна быть. Теперь давайте посмотрим, какая она на самом деле. На самом деле у нас 9 из 1800 особей, которые являются результатами двойного кроссинговара, делим 9 на 1800 и получается 0,05. 0,05, извиняюсь. То есть мы видим, что то, что мы получили на самом деле, оно меньше того, что мы ожидали. Так вот, к чему я говорю? Коэффициент, то есть интерференция, облачается буквой И, оно является показателем того, насколько отличаются вот эти данные, которые мы ожидали, двойного кроссинговара, от того, что мы получили. И оно вообще в формуле изображается в виде 1 минус Си, где Си это является коэффициент коинцинденции, то есть коэффициент случайности. Коэффициент того, что второй кроссинговар, насколько он случайно может произойти на любую длине хромосомы. На самом деле он не может так произойти, но в любом случае теперь, что такое Си? Си, когда мы делим полученные результаты двойных, полученные частоты двойного кроссинговара на ожидаемые частоты, ожидаемые частоты двойного кроссинговара. И получается Си это мы делим 0,005 на 0,006, потому что вот у нас получено вот это, то, что в реальности те данные, которые у нас были по двойному кроссинговару, 4 и 5. И 0,006 это то, что мы ожидали получить, зная, что расстояние между этими генами, то есть в частотах 0,12 и 0,05. Соответственно, если вы поделите 0,005 на 0,006, у вас будет 0,83. Это ответ на подвопрос Г. Вот, рассчитайте поединку коэффициент коинциденции, он будет равен 0,83. И нам ничего не остается трудного, как найти интерференцию. Интерференция это 1 минус коэффициент коинциденции 0,83. Это будет 0,17. Ну и соответственно, здесь у нас, здесь у нас будет ответ 0,17. На этом все. Если вы нашли в моем решении где-то ошибку, обязательно пишите в комментариях. Если вы хотите еще больше задач по генетике, пишите в комментариях, какие именно задачи. Мы постараемся это сделать. Всем спасибо, всем пока.